Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Продолжаем наш утренний эфир на канале Россия 1. И сегодня у нас с вами будет очень и очень полезная программа. Мы расскажем вам о том, как уберечься от мошенников и сберечь свои денежки. Но об этом после прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 9-14. В горах плюс 4-9. Днем до плюс 29 тепла. И местами до плюс 20. В Черкесии без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Днем плюс 25-27 тепла. В России эпидемия телефонного мошенничества. И речь не просто о надоевших звонках с целью выведать код доступа к личному кабинету. Преступники освоили новые методы. Многоходовые комбинации, психологическая обработка. В итоге человек, попавшийся на удочку, ведет себя как под гипнозом. Сам берет кредит в банке и отдает деньги мошенникам. Или переводит им личные сбережения. Какие новые легенды придумают мобильные мошенники? Можем ли мы обезопасить себя и как? На эти и другие вопросы ответил заместитель начальника отдела по раскрытию IT-преступлений МВД ПКЧР Эмир Булатов. Эмир, история с телефонными мошенниками стара как мир. А почему они сегодня так активизировались? Во-первых, спад этих преступлений, мошенников, он не прекращался. Они активны постоянно. Ежедневно у нас бывает, что по несколько преступлений регистрируются. Конечно, мы проводим все необходимые профилактические мероприятия по недопущению поселительства на хищение денежных средств гражданам. Тем не менее, это наиболее легкий способ добычи денежных средств, наиболее простой. Поэтому тенденция такая, что они растут из года в год с геометрической прогрессией. Скажите, а сколько фактов телефонного мошенничества зарегистрировано в Карачаево-Черкесии? И как часто жители республики обращаются к вам с подобными проблемами? С начала года, с 1 января, зарегистрировано порядка 350 случаев таких мошенничеств. Туда же входит и кража денежных средств банковских карт. За июнь отчетного периода зарегистрировано 57 таких мошенничеств. Но бывает такое, что граждане не обращаются к нам с заявлением. Бывали случаи, когда в ходе проведения каких-то оперативно-розыскных мероприятий, там, следственных действий, мы устанавливали лица, которые совершили данные преступления. И в ходе анализа полученной информации выясняли, что они обновляли тех наших граждан, которые не обращались в полицию. Естественно, нам приходится их уже вызывать и принимать у них заявление. То есть цифра больше, да? Цифра, да, намного больше, потому что есть студии, для которых незначительно материальный счет, там, сумма в 5-6 тысяч рублей, хоть идет квалификация преступления, там, по частям, они просто не найдут, не обратимся. Ну, поверьте мне, все необходимые мероприятия проводятся и люди устанавливаются. Им, расскажите, а какие виды телефонного мошенничества в настоящее время наиболее, так скажем, популярны, но самые распространенные? Я бы выделил, наверное, более таких распространенных три вида, так скажем. Это когда звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка. Это, естественно, торговые площадки бесплатных объявлений, такие как Авито и так далее. И сейчас наиболее популярным стал вид телефонного мошенничества, когда предлагают заработок на криптобирже или там на трейдах и так далее, на покупках акций. Ну, вот вы сказали, что сотрудниками банка представляются, да, и очень многим приходит СМС такой вот, что ваша банковская карта заблокирована. Как действовать в таких случаях? В этом случае необходимо позвонить на горячую линию банка и сразу же заблокировать телефон. При этом не сообщать никому вот этот вот код, который приходит вам в качестве СМС для блокировки и так далее. Быть немного бдительнее, звонить на горячую линию, обращаться к правоохранительному органу, что вот была попытка списания денежных средств. А как быть с сайтами бесплатных объявлений? Многие же ищут работу или хотят что-то приобрести именно на сайтах бесплатных объявлений, на Авито, да? Желательный товар видеть воочию. То есть, да, я понимаю, что это тяжело, когда ты там в другом субъекте заказываешь что-либо, но я думаю, легче найти и обезопасить себя там какого-то знакомого, который действительно увидит этот товар, увидит, что он в наличии на самом деле, и только путем убеждения об этом закажет. Не так просто. Там бывали у нас случаи, когда по 500-600 тысяч переводили вообще незнакомым людям, которые знают, не знают, ну, это же там не 5000 рублей, извините меня. Лучше себя подстраховать и встретиться с продавцом, тем не менее. А как быть с криптовалютами? Если вот я хочу, например, поучаствовать и получить какую-то прибыль, и мне очень много, часто мы видим в интернете всплывают вот эти окна и предлагают. Как быть в этом случае? На что обращать внимание? В последнее время криптовалюта у нас какую-то нишу заняла, что все об этом знают, всех это на слуху, но никто туда не вникает. То есть все понимают, что она сейчас взлетела, допустим, но никто не вникает, каким образом она получается, как ее, где обменивать, на каких сайтах. Естественно, мошенники в ходе общения с жителями нашими, с жителями соседних субъектов, они какие-то мнимые другие сайты им рассказывают, что вот курс такой-то монеты поднялся, курс такой-то монеты упал. Есть множество сервисов, где можно это все перепроверить. И, допустим, у нас был случай, когда люди вкладывали денежные составы в покупку криптовалюты и даже не знали, что с курсом происходит. А он, допустим, последние два месяца вниз идет. А их убеждали в том, что он вверх идет и не зарабатывает. А никто в это не вникал. То есть с этим моментом надо быть поаккуратнее. Прежде чем заниматься этим, надо в это выникнуть, как это все работает, почитать множество. И официальных сервисов есть, на которых это все указывается. Прежде чем этим заниматься, не просто деньги никуда. Вот я на фонд перечислил деньги, там моими деньгами кто-то играет. Это же тоже неправильно. Есть люди, которые пообучаются этому. То есть лучше как-то с ними больше связываться и на их примере этому всему обучаться. Хорошо. Но мы еще, кажется, упустили такой момент. Он остается, по-моему, распространенным. Когда звонят и представляются, говорят, что ваш родственник близкий, там, пострадал ДТП, и нужны деньги. Есть такое? Да, вот буквально недавно у нас был зарегистрирован такой случай. Кстати, на меня эти лица установлены, кто это сделал на сегодняшний день. И уже меры пресечения избраны этим лицам. Только они использовали, они звонили пенсионерам, звонили пенсионерам, говорили вот женским голосом, чаще всего говорили, вот там, ваша дочка попала в ДТП, срочно там соберите денежные средства и плохо передайте в больницу. Придет человек и заберет эти денежные средства. То есть человек приходил, забирал данные денежные средства, потом они распределяются между людьми, сотрудниками управления розыска. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий этих людей были установлены часом. При личной куколной ответственности ведется следствие по этим уголовным делам. Лето, разгар отпусков. Многие стараются поехать на море, отдохнуть в санатории. Скажите, а вот эти сайты, продажи авиа-железнодорожных билетов, они безопасны? Есть ли факты мошенничества? Нет, не безопасны. Дело в том, что реальные сайты клонируются, то есть создаются мнимые зеркала с изменением какого-то символа в адресной строке сайта. Естественно, добропорядочный доверчивый граждан переходит на указанный сайт, оставляет там все свои банковские реквизиты, проходит оплата, а оплата проходит на сайт, точнее, на счет мошенников, то есть деньги же сюда уходят. Потом бывали случаи, да, когда они приезжали там на рейс и так далее, они говорили, нет, у меня что-то такое билет, и вы его не приобрели. Поэтому после чего они обращались к нам. Но вот что касается лета, да, разговора отпусков, то же самое я могу привести пример такого вида мошенничества, когда, допустим, жители соседних субъектов обманывали, которые приезжали к нам сюда на курорты под видом бронирования домов там, или под видом бронирования там каких-то номеров гостиничных, да, там в Архизе, в Донбайе и так далее. Люди перечисляли денежные средства, думали, что у них забронировано жилье, приезжали сюда, выяснялось, что ни жилья этого нет, ни брони этого нет, и в итоге их, получается, обманули. То же самое с нашими жителями, которые выезжают куда-то на курорты, тут надо быть нам очень осторожным. Они обычно ищут данные объявления на общедоступных сайтах, в которых, как я вот и озвучил, Авито, Юла, там процентов, я не знаю, 60, наверное, это все мошенники, которые размещают там мнимые объявления с хорошей ценой, так скажем, да, с более дешевой, поэтому это их привлекает, и они завладевают их денежными средствами. А как распознать, вот, что это поддельный сайт, и не покупать билеты, что делать? Множество способов есть, также в интернете есть форумы и так далее, сайты, которые проверяют любые сайты на предмет мошенничества, то есть люди же оставляют отзывы там, вот, я на этом сайте приобрела билет, будьте аккуратны, там, это мошенники, достаточно там в адресной строке любого поискового сервиса вбить, там, перепроверить эти данные, чтобы в дальнейшем понимать, идет ли там какая-то, идет ли там какой-то обман, или реальный ли это сайт. Лучше всего, конечно, в авиакомпании позвонить, там, или в РЖД позвонить и уточнить все эти моменты. Бывали случаи, когда мошенники звонили, представляли сотрудники МВД или других правоохранительных структур, и причем они звонили с номеров настоящих, да, которые принадлежали, например, вашему ведомству. А как понять, что это мошенники, и на самом деле вас хотят вести заблуждение и просто отнять деньги? В данном случае, допустим, используются технологии подмены номера, то есть используются виртуальные абонентские номера, которые мошенники там мониторят, допустим, наш сайт МВД, другие сайты правоохранительных органов, на которых официально указаны все наши номера телефонов, там, телефон дежурной части и так далее. Пользуются сервисом подмены номера, и поступает вам звонок, допустим, с абонентским номером нашей дежурной части. Да, такие случаи у нас были, но в первую очередь, даже если вам поступил такой звонок, тем более люди более доверяют сотрудникам правоохранительных систем, даже если вам такой звонок поступил, надо сбросить данный абонентский звонок, перезвонить по номеру, указанному у нас на сайте, там, или на сайте других правоохранительных органов, сообщить так и так, вот мне звонили, я хотел бы уточнить и так далее, и так далее, и так далее. Ему на том, в конце телефона позвонят и скажут, да, действительно звонили. И редко бывают случаи, допустим, что это практически не бывает случаев, чтобы сотрудник дежурной части или обычно звонит с номеров дежурных частей, звонил там и говорил, что ведется какое-то следствие и так далее, и так далее, и так далее. То есть следователь сам обычно звонит людям, которых мы приглашаем со своего абонентского номера. То же самое, мы там оперативный блок, мы с вами приглашаем людей, устанавливаем, едем, повестки какие-то вручаем. То есть это все официально происходит, кто-то позвонил, кого-то там задержали. Это надо четко понимать. Они же используются, используют на доверии в чем? Что вот ваш там сын попал в беду. Перепроверьте эту информацию. А вот звонили, представились сотрудникам, следователям, по-моему, представились, сказали, вот так и так, там ваша дочь попала в ДТП, срочно ее в больницу отвезли, нужны денежные места там на операцию. А вот женщина-пенсионер даже дочери не перезвонила, она сразу собрала все денежные места. Да, понятно, они не дают никому звонить, они на линии, на телефонной линии висят и разговаривают. Но в это время надо же понимать, что она нас бросит и перезвонит там своей дочери и так далее. Приходили люди, забирали денежные места, нами были установлены все эти моменты. В основном люди преклонного возраста, они на эмоциях отправляют все-все-все, все деньги и так далее. Тут надо иметь холодный рассудок, перезвонить, позвонить сыну, позвонить дочери, кому они говорят, кто попал, переговорить, убедиться, что все хорошо. И только в этом случае уже сообщить правоохранительному органу, что вот была такая попытка. Эмир, а какие категории граждан самая доверчивая? Кто чаще всего поддается влиянию мошенника, верит им? Все попадаются на углубки мошенников, все абсолютно. То есть у них настолько проработан этот механизм воздействия на человека, целая инструкция, допустим, у него есть, прежде чем он звонит, целую инструкцию получает, как с кем разговаривать. Если он понимает, что это человек преклонного возраста, он ведет один диалог. Если он понимает, что это молодой, он ведет другой диалог. То есть, да, если раньше мы как-то обращали на то, что пенсионеров больше обманывают, сейчас, допустим, молодежи больше тоже начинают обманывать, они там на тех же сайтах объявления, на том же бесплатном заработке и так далее. То есть, как таковой возрастной политики уже, можно сказать, стерта она. Ими, расскажите, а насколько тяжело раскрывать телефонное мошенничество? И удается ли найти преступников и привлечь их к ответственности? Да, нам удается это делать. Там у нас свои методы работают. Есть, конечно, вопросы, которых у нас чуть много времени уходит. то, что, допустим, большинство мошенников, которые звонят нам в субъект, они находятся не на территории Карачаева, Черкесской республики, они находятся за пределами территории, там, в любой другой области. Мы, естественно, получаем все эти сведения, выезжаем в командировки, задерживаем там людей, привозим их сюда, там уже начинаем с ними работать. А пример можете привезти? Буквально недавно на территории России действовала преступная группа, которая размещала на сайте объявление, опять же, объявление о приеме и трудоустройстве на работу водителем. Когда наши жители там связывались с ними, они говорили, вот там для трудоустройства водителем вам необходимо заполнить там какую-то или получить медицинскую справку. Если у вас не у кого получить эту медицинскую справку, давайте вот нам госпошлину перечислите, у нас здесь люди есть, мы ее организуем. Самое интересное, то, что люди перечислялись, эти денежные следства, они там на протяжении двух-три дней еще с ними на связи были, вот мы там оформляем все ваши документы. Когда волна у нас прошла, по нашему региону, в ходе проведения оперативных разыслов и расприятий, сотрудниками проведения в Голоморольске было, то, что он выезд в город Москва, там эти люди были задержаны, доставлены сюда, и сейчас они находятся под следствием. Вот адвокаты уверяют, что телефонное мошенничество совершилось, но вернуть свои деньги нереально. Так ли это? Во-первых, нет, это не так. Мы работаем на возмещение всегда. То есть у нас очень много случаев, когда нами были возвращены денежные места потерпевшим. Просто это какой-то стереотип, наверное, сложился, что это раньше, там большинство мошенников сидели в местах лишения свободы и оттуда звонили и делали какие-то там, совершили какие-то мошеннические действия. Сейчас практически все этим заниманиям обязательно находятся в местах лишения свободы, чтобы этим заниматься. Они создают свои какие-то определенные группировки, и распределяют между собой роль. Кто-то сим-карты ищет, кто-то телефон ищет, кто-то банковский карты. Все это делается на свободе. То есть люди, которые находятся на свободе. Опять же из-за того, что это очень доступный способ совершения и получения денежных средств. Просто компетенция адвокатов по поводу того, что возвращаются или нет. Я могу сказать с уверенностью, что большая часть у нас возвращаются денежные средства. А примеры приведите конкретные? Да, примеров множество. Тут понимаете, в чем дело. Они же понимаются, что совершили преступление. После того, как мы устанавливали, они понимают, что совершили преступление. И они понимают, что суд может принимать внимание то, что они возместили ущерб. То есть с пониманием этого до суда бывает денежные средства возвращаются. Бывает во время следствия денежные средства возвращаются. То есть лишь бы там не угодить за решетку. Примеров таких очень много. Скажите, а что бы посоветовали жителям Карачао-Черкиси, нашей республики, чтобы они не попадали в лапы телефонных мошенников? Есть какие-то общие пожелания? Быть бдительными. Если там вас все-таки обманули, в первую очередь сразу обратиться к сотрудникам полиции, в ближайший отдел полиции с заявлением о том, что вас обманули. Потому что тут понимаете, раз на раз не придется. Бывает так, что, допустим, общаясь с одной жертвой, мошенник по одному номеру телефона позвонил, там еще что-то сообщил. А общаясь с другой жертвой, может, он свои данные какие-то мог сообщить. А тот, допустим, не обратился к нам. Понимаете? Это и нам чуть затрудняет работу. Мы-то устанавливаем, кого они обманывают. Мы в дальнейшем, когда устанавливаем лица, которые совершают преступление, устанавливаем дополнительных людей, которых они обманули. Понимаете? А выясняется, что они не писали заявление. Возможно, мы заявление этих могло бы раскрыть, допустим, пораньше это преступление. В общем, не откладывая, надо сразу идти в полицию. Да, сразу идти, писать заявление, полностью подробностях рассказать. Если, допустим, бывает, что на многих Android-системах телефонов, у нас бывают случаи, когда у них предустановлена система диктофона и записи, аудиоразговоров. И они могли зафиксировать голос там, звонившего, который в дальнейшем нам способствует для раскрытия преступления. Предоставлять все сведения, которые вас там запросили, которые вы передали, то есть все нюансы совершения в отношении вас преступления, потому что это очень важно на самом деле. Ну что, Шемер, я желаю вам успеха, вашей трудной, но очень нужной работе. Надеюсь, наши зрители услышали и поймут, что и как надо действовать, чтобы не попасться в лапы телефонных мошенников. Итак, давайте подведем итоги того, что мы сегодня с вами услышали. Самое главное, никогда, никому, ни при каких обстоятельствах мы не сообщаем данные своей карты. Банки их и так знают. Как только вас попросили сообщить пин-код или другие данные, это мошенники. Никогда, никому, ни при каких обстоятельствах мы не переводим деньги, не снимаем наличные, не отдаем незнакомым людям. Если вам позвонили и сказали, что ваш родственник попал в ДТП, ему срочно нужны деньги на операцию или откупиться от полиции, помните, это мошенники. Как только речь идет о деньгах, это мошенники. Ни один сотрудник полиции, ни один врач скорой помощи не будет требовать у вас деньги, потому что это вымогательство и за это следует уголовная ответственность. Надеюсь, дорогие зрители, вы это хорошо запомнили и не попадете в лапы мошенников. Я прощаюсь с вами, желаю вам хороших выходных, будьте бдительны.